В начале заседания депутаты Рязанской областной думы согласовали кандидатуру заместителя председателя правительства, внесенную губернатором Олегом Ковалевым. Новым зампредом стала Елена Буняшина. Ранее она занимала должность министра образования, а теперь будет курировать в региональном правительстве всю социальную сферу. Вы ее все хорошо знаете. Это опыт посвятополитицированного управления. Она прошла все ступеньки, будем говорить так, иерархической лестницы в управлении в сфере социальным блоком. Она возглавляла комитет по делам молодежи, она возглавляла министерство образования. До этого она работала тоже в системе образования. Она хорошо себя так и надавала на всех буквально должностях. Одним из наиболее важных вопросов в повестке стало обсуждение в первом чтении проекта трехлетнего регионального бюджета. В основу закона проекта был положен базовый вариант социально-экономического развития области. Бюджет остается социально ориентированным. 70% средств направляется на исполнение социальных гарантий. Также в проекте отражена тенденция по сокращению госдолга. Стоит вопрос о сокращении государственного долга. Это мы тоже услышали. Действительно мы ее заложили. Заложили достаточно реально. И в связи с этим у нас дефицит, если он по 2014 году был 15% по максимуму бюджета, то на 2015 год он у нас составляет 2%. Это 647 миллионов. Это тяжело, напряженно, но я думаю тоже в принципе реально. Депутаты рассмотрели еще один бюджетный вопрос. Проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования. Общая сумма поступлений из федерального центра предполагается на уровне почти 9,5 миллиардов рублей. Пойдут эти средства на финансирование территориальной программы ОМС, в которой включены практически все виды оказания медпомощи, включая и высокотехнологичную. Отрадно, что федеральный фонд запланировал на 2015 год компенсационные выплаты тем, кто идет работать специалистам, врачам, которые идут работать в сельскую местность. При этом увеличен возраст. Если был до 35 лет, то теперь до 45 лет. И такая же миллион компенсационная выплата остается на 2015 год, что нас очень радует как руководителей лечебных учреждений, потому что это позволяет решать кадровую проблему. Еще депутаты облдумы утвердили региональный коэффициент при расчете платы за патент для трудовых мигрантов. Закон принят в двух чтениях. Теперь стоимость патента на работу на территории Рязанской области составит 2800 рублей. Мы считаем, что это, во-первых, даст значительную прибавку в областной бюджет, несколько сотен миллионов рублей раз. И второе, это, на наш взгляд, будет более справедливо относительно работающих россиян, рязанцев, которые со своей заработной платой делают отчисление подоходного налога. И как средний взято, средний расчет заработной платы позволяет как раз выйти нам на этот показатель 2800 рублей, который мы будем уже получать от представляемых патентов иностранным гражданам. Всего депутаты рассмотрели почти два десятка вопросов. Теперь им предстоит работа по подготовке проекта бюджета ко второму чтению. Публичные слушания назначены на 3 декабря.